И вновь доброго времени суток вещает канал No Comments Paradox, и это игра Alice Mayer. Собственно говоря, это игра 2013 года выпуска, и в ней мы играем за маленького мальчика, который, по-моему, потерял память. Пытается её вернуть. Что ж, поможем ему немножко в этом. Муравей сказал мне, что лягушка плохая. Лягушка сказала мне, что кошка плохая. Кошка сказала мне, нет кролик хуже всех. Так что я... Вот примерно такой и будет твоя жизнь здесь. Если ты чего-то не понял, то в твоей комнате есть заметка, которая всё объяснит. Никто здесь не будет спрашивать что-либо о тебе. Есть несколько вещей, которые нужно соблюдать, поэтому у тебя должна быть мирная жизнь. Кроме того, вот. Получен блокнот. Твой собственный персональный блокнот. Используй его как хочешь, для грустных или счастливых моментов. Просто напиши о любом из твоих чувств и отдай мне их, хорошо? Ха-ха. Некоторым детям нравится просто рисовать в нём каракули. Для меня и это хорошо. Сейчас ещё есть время за ужин, а ты должен поприветствовать других детей. Выйди и иди строго налево, и ты найдёшь ваши комнаты. Они все хорошие ребята. Может, это не произойдёт моментально, само собой, но вы поладите, я уверен. А, и я сам? Ну, просто зови меня, учитель. Я с нетерпением жду тебя здесь, Ален. Учитель. Рассказывай мне обо всех своих проблемах, я сделаю всё, что смогу. Я рад, что ты здесь. Так, основное управление, движение, выбор, ла-ла-ла, меню, сброс, главное в 12. Ух, это страшно. Осторожно, для сброса не спрашиваются подтверждения. Ммм, да, сейв мне в помощь. Различные книжки. Различные книжки, 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 книжки. Интересно, что я ещё планировала найти в приютской комнате? Дофига сокровищ? Ну, хорошо. Видимо, пойдём дальше. Что это? Учитель. Учитель. Там что? Столовая. Так. Что это? Телефон. Я вижу. И чё? Так. Стелла. Джошуа. Челси. Латерик. Алин. О, наша халупа. Так, что у нас имеется? Различные книжки, 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 книжки. Ладно, заполнен большим количеством твоей одежды. Ммм, позитно. Можно и нельзя. Избегайте выходить из своих комнат за исключением свободного времени. Настолько, насколько это возможно. Незначительные отлучки разрешены. Не берите вещи из других комнат. Не ломайте ничего, если вы это сделали, скажите учителю. Не ломитесь в запертые двери, не обижайте других людей. Рассказывайте учителю обо всём, что беспокоит вас или о том, чего вы хотите. Видите, в самом низу есть рисунок какого-то ролика. О. Я просто вижу спать. Ну и успей. Адаптация к новому месту будет проходить в оседе у нас с тобой. Не ломитесь в запертые двери, уважайте других людей. Что ли в столовой сходим похаваем? Закрыто. Ладно. И мы в эту столовую с камином. Тёплым камином. Странный рисунок. Со странным рисунком. И с закрытой дверью. Ладно. Пойдём ещё походим. Нам же мало было навороченных кругов. Это правильно? Что там на втором этаже? Что там, что там, что там, что там? Библиотека. Ух ты ещё. Что это? Что это? Что всё это такое? Раскидан тут. Мишанина из всех видов книг. Так, хорошо. Обользуются бабочки. Что это? Ящичек. Ещё ящичек. Господи, сколько у вас книг тут, а? Это библиотека логичная. Так. Свеча. По-моему, я просить не туда. А по заданию нужно какое-то другое место. И вот это другое место я, пожалуй, попросить. Это у нас Стелла. Здрасте. Это странно то, что ты можешь говорить. Возможно, потому что ты на самом деле не чувствуешь себя живым. Ален, не так ли? Ален, не так ли? Я Стелла. Так. О. Да, я ненавижу живых людей. Но здешние люди действительно не чувствуют себя такими. И среди них всех ты чувствуешь себя наименее живым. Мм? Может быть, не совсем так? Тебе есть что-то другое? Это комплимент. Понятно? Странно это. Ну да. Какие могут быть дети в таком учреждении? Наверное, нормальные дети сидят дома. И играют в Майнкрафт. Сбегайте, выходите из комнат. Выходите из комнат. Других людей. Думаю, что хотите. В самом низу есть рисунок какой-то зебры. А ей подходит рисунок зебры. Я полагаю. Так. Ты у нас Джошуа. Рисунок кого будет у тебя? Так. Хай. Меня зовут Браун. Или подождите, это был Маркус? Или может быть Никол? Ален, аэ? Хех. Или это была Хелен? Ох, ладно. Будем знакомы. Бро, я умираю с голоду. Кажется, учитель готовит всю еду здесь. Она чертовски вкусная. Не, это не может быть правдой. Прикинь, может. Можно и нельзя. Ла-ла-ла-ла. В самом низу есть рисунок какого-то льва. Тебя лев нарисован, да? Челси. Ух ты, ни хрена себе у тебя склад плюшевой продукции. Какой зовут плюшевых медведей-то ограбила женщину? Эм, я Челси. Приятно познакомиться. Ясно. Так у нас из молчаливых. Можно и нельзя. Ла-ла-ла. Рисунок кошки. Так. Мне кажется, что это важно. Тут у нас Летти и Рик. Близнецы. А где твой братец? О, я никогда не видела тебя раньше. Ох, ты тот, кого упоминал учитель. Завименяла Летти. А также есть Рик, но сейчас он не здесь. Он очень, но очень хороший мальчик. А ты, Ален? Я и правда была бы счастлива, если бы мы с тобой могли поговорить. Приятного познакомиться. Стоять. Скажи привет Рику, когда он будет здесь. Ну, логично. Нужны и нельзя. Так, а у вас кто нарисован? Рисунок голубя. Один на двоих, да? Так. А это наши хороны. На самом деле тебе не нужно туда идти. Так. Ванная комната девочек. Так, что ты предлагаешь мне с этим сделать? Вещи. Блокнот. Маленький блокнот личного использования. Хорошо. Мы с тобой предположим, что нам нужно его использовать. И как мы с тобой это сделаем? Есть, есть, есть. Нам нужно мальчика найти, да? Рика. Ванная комната девочек, ванная комната мальчиков. Куда идти? Непонятно совершенно. Стоять. Ты у нас где? Кто у нас когда у нас? Ну это вроде бы хоррор, нет? Что это? Комната 101. Закрыто. Такой большой просторный коридор для того, чтобы сказать мне, что тут закрыто, а? Ну это ж надо, бессовестные люди. Книги о болезни. Что за книги о болезни? Они все, что ли, тут о болезнях? Фига себе, кто-то на медика готовился, однако. Так, я надеюсь, нам теперь к учителю, да? Учитель, ты представился, как все прошло. Ясно, я рад, что смог поддержать с ними беседу. Ты как раз к ужину, давай-ка пойдем в столовую. Да давай пойдем. Не сомневаюсь, что он что-то жрал за последние 12 часов. Ну, что скажете? Спасибо за угощение, учитель. Хорошо, возвращайтесь в свои комнаты и готовьтесь ложиться спать. Вы можете пойти поговорить друг с другом в комнатах, но не ходите на второй этаж. Разойтись. Ты здесь совсем недолго, но, похоже, уже освоился. Как твои воспоминания? Ясно, ну нет, не заставляй себя вспоминать. Просто дай идти всему своим чередом. Я уверен, ты все вспомнишь. Скажи, ты чего-нибудь хочешь? Я куплю тебе все, что смогу себе позволить. Ах, ну, я это не могу дать тебе. Это не то, что можно купить. Мне жаль, я буду иметь в виду. Ну, я куплю тебе несколько новых книг. Ты любишь читать, не так ли, Алин? Я впечатлен тем, как много слов ты уже можешь понять. Учитель не такой умный. У меня не получаются действительно сложные вещи. Ох, ничего. Алин, если бы я сказал тебе, что есть мир, не похожий на наш мир, ты бы поверил мне? Нет, это просто сказка. Но если тебя пригласят в такой мир, я бы не советовала открывать ту дверь. Хорошо, возвращайся в свою комнату. Мне тоже здесь нужно запереть. Ложись скорее в кровать. Так. И что ты мне предлагаешь? Вот, нам сказали не заходить на второй этаж, так? Почему? Ах, может быть, надо было сначала спровоцировать, потом уже топать сюда. Ту дверь. Ту дверь, ту дверь, говоришь. Ту дверь, ту дверь, которая ту дверь, да? Ну, все ясно, все понятно. Пошли искать Рика. Так. Мадам. Со мной-то общаться не соизволишь. Я поняла. Ты говорил с Риком, он сейчас рядом. Сначала это Летти, а потом уже другой паренек. Он просто внесетно появляется, реально испугаешься. Бесит мне без конца, если честно. Так, стоп. Они реально близнецы? Или это ее шизофрения и с раздвонием личности? Что хум? То есть. Очень приятно. Нет, это первый раз. Мы выглядим довольно похоже, но я не Летти. Меня зовут Рика, ты Ален, верно? Она рассказала мне о тебе. Когда Летти идет спать, я присматриваю за комнатой для нее. Спать? Куда спать? Я не вижу, чтобы кровать была занята. Ну, может быть, это не совсем так. Так, ох, ладно, приятно познакомиться. Так, хорошо. Давай пойдем дальше. Летти сейчас спит. Когда я здесь, она всегда спит. Да, шизофрения. Ее много разных видов, и не все. Они поддаются легкому пониманию. Тепло. Спать иди, тепло ему. Спи давай. Спи давай, Матю. Чувак. Ясно, спать не наш выход. Выходить из других комнат, не ломать ничего, не обижать других детей, сообщать о том, чего хотите. Внизу есть его рисунок кролика. Так, что ты теперь предлагаешь? Еще раз обойти этот приют? Эй, ты знал, говорит. Ночью со второго этажа раздаются странные голоса. Что-то вроде, помогите. А? Ух, ни за что. Я не хочу это проверять сам. Но если тебе так интересно, почему бы тебе не пойти, Алин? Но не рассказывай учителя, он разозлится на меня. Так. И, конечно же, теперь нам надо пойти рискнуть своим здоровьем. Алиновским. Эх. Ладненько. Пойдем рискнем в следующей серии. А так? Джошуа говорил о голосах, раздающихся со второго этажа. Но он всегда вряд лучше не верить ни единому слову из того, что он говорит. В любом случае, Скваль ложится спать. Не глупи, учитель, страшно в гневе. Да он сам намекнул, что нужно рискнуть здоровьем. Я слышу странные голоса, сказал Джошуа. Это пугает. Интересно, смогу ли я уснуть сама? О. Наша неразговорчивая мадам. Разговорилась. Это вообще... Понятно. Лучше сделать ее пораньше. Кто у кого. Хорошо. Хорошо, давай пересадимся. И пошли спать. Всем спать. Всем спать. Это был канал на Коменс Парадокс. Игра Али Смейер. И если вам понравилось... Да, я за вас рада. Потому что я собираюсь продолжать проходить эту игру. Потому что мне она понравилась. Подписка, лайк, все вот эти заморочки с кнопкой поделиться. Все вот это на вашей совести. Так же, как и описание к видео. Все это исключительно на ваше усмотрение. Так что, хорошего времяпровождения. Слушаемся в следующем видео. Пока. Пока.